Первое впечатление имеет огромное значение, в том числе и на маркетплейсе. Покупатель выбирает твою карточку по цене, по инфографике, по фотографиям и по рейтингу. Но что можно сделать с инфографикой для того, чтобы увеличить свои продажи? В этом видео разберем о том, как инфографика на них влияет, что может помочь тебе увеличить продажи, и в какой ситуации инфографика будет иметь смысл, а в какой не нужна будет и вовсе. Поэтому обязательно досматривай это видео до конца. Меня зовут Рома Райт, на этом канале я рассказываю про маркетплейсы. Поехали! И давай для начала пройдем по тому, из чего состоит оформление нашей карточки, что влияет на конверсию. Первое, когда мы заполняем карточку, идет название, которое также будет влиять на твои продажи, так как это напрямую относится к SEO-оптимизации. Туда же идут характеристики, описание, которое важно даже не столько для SEO, сколько для человека, который захочет понять о твоем товаре немного больше, чем просто есть в инфографике. Также идет рич-контент, который подходит в основном для каких-то более сложных товаров. Понятное дело, на мусорные пакеты его делать смысла не имеет. Инфографика, видеоинфографика, видео. Все эти вещи напрямую влияют на твои продажи. Но только не так, как делает прямая реклама. Допустим, трафареты просто дают тебе трафик, и от этого трафика идут продажи. Инфографика и все остальное сами по себе продаж тебе не сделают. Но продажи увеличить могут, так как если у тебя это будет хорошо оформлено, то у тебя повышается конверсия, то есть CR-карточки. И тогда, допустим, при тех же вложениях 1000 рублей в рекламу, тебя уже купят там, допустим, не 10 человек твой товар, а 15. При том, что вложения не поменялись, просто твой товар стал привлекателен для чуть большего количества людей. Опять же, не стоит забывать, что помимо оформления, все-таки ключевую роль будет играть цена. Мы здесь говорим про то, как можно еще поработать с карточкой, для того, чтобы, возможно, цена не была на первом месте. Особенно, если у тебя товары своего производства, одежда или товар высокой оборачиваемости, где действительно карточка важна. Теперь давай разберем подробно про саму инфографику, какой она должна быть. Я много раз показывал, что в моем магазине инфографика и вовсе выглядит вот так вот. В агентстве, например, в нашем, мы ее делаем вот такой. И в чем основная разница? Почему, допустим, мы для себя делаем в таком виде, в агентстве мы делаем немного другой дизайн, кому-то мы делаем простой, кому-то нет. Тут нужно понимать, что каждые товары разные. Как из примера с рич-контентом, для мусорных пакетов не имеет смысла делать хорошую инфографику. Подойдет самый простой текст на белом фоне и будет окей. Я скажу больше, простой текст на белом фоне, вот то, что я показывал тебе из примера с моей инфографикой, подойдет почти для всех товаров. Если у тебя есть время сделать это самостоятельно, то тебе можно не идти в агентство. А как, допустим, даже я иногда сам себе карточки делаю, взять, засесть и сделать вот в таком вот виде, самостоятельно подобрать УТП, это не занимает большого количества времени. Но когда у тебя товары собственного производства, товары, у которых планируется обратно в полмиллиона, а то и в миллион рублей, или товары высокой конкуренции, хорошая инфографика будет влиять очень важную роль. Ну, сам подумай, вот сравни вот эту карточку и вот эту, какая тебе нравится больше и на какую ты бы скорее кликнул. Я думаю, ответ здесь будет очевиден. Именно поэтому, вот если мы говорим про товары из Китая, вот такие, где оборачиваемость до 100 тысяч рублей и так далее, какая-то профессиональная инфографика и вовсе не нужна. Ну, просто потому, что от 1% конверсии ты не заработаешь даже 200-300 рублей дополнительно. Поэтому толку от этого не будет. А вот когда твой товар продается годами, когда у него большой оборот, тебе действительно нужно постоянно улучшать свою карточку. Это касается не только инфографики, но это видео про нее. Что должно быть на твоей инфографике? Ну, во-первых, в идеале делай всегда привязку к бренду. Потому что если у тебя есть такая привязка, то товар в глазах покупателя будет выглядеть немного дороже. Помимо этого, не стоит забывать, что чем более разжеванно ты дашь информацию о своем товаре в карточках инфографики, где ты можешь сделать их хоть 18, тем опять же больше вероятность, что покупатель приимет решение в твою сторону. Согласись, гораздо проще понять, что этот товар тебе подходит, когда в 18 слайдах рассказали и тот, для чего он, и для кого, и какая инструкция вообще, как этим пользоваться, почему это лучше, чем другие конкуренты и так далее. И, конечно же, это все повлияет. Поэтому, когда ты слышишь термин «продающая инфографика», нужно знать самое важное. Что да, влияет продающая инфографика далеко не на каждую карточку. Но вот в этих редких случаях нужно уметь делать не просто хороший дизайн и просто делать его, а нужно понимать, для какого товара это подходит и как-то работает. Поэтому, чтобы долго не рассказывать тебе только теорию, мы с дизайнерами нашего агентства подготовили для тебя небольшой туториал очень простой инфографики, который мы делаем в свой магазин для того, чтобы ты смог, возможно, повторить, возможно, прислать это своему менеджеру для того, чтобы он повторил, а возможно, отправить дизайнеру, потому что это тот шаблон-карпчик, который мы делаем в своем магазине. Но немного усложнен, чтобы это визуально выглядело более привлекательно. А теперь давай начинать создавать нашу карточку. Всех приветствую, Вова это я. И мы перемещаемся в Figma для того, чтобы сделать поэтапное создание данной обложки. Мы будем использовать Figma, потому что это интуитивно понятная программа с простым интерфейсом. А также потому что она бесплатная и можно пользоваться прямо в браузере или, например, скачать приложение, как в моем случае. Делать мы будем сегодня обложку для амбушюр, для AirPods. Работа довольно-таки несложная. Для нее я нашел вот такие исходники. Нам понадобится текстура фона, это такие белые волны, исходник самого наушника, амбушюру, белые волны для придания некого объема, чтобы расположить их впереди. И такая сетка на заднем плане, тоже для детализации. Я постараюсь показать все пошагово, максимально доступно и понятно, чтобы каждый смог повторить данный туториал сам. Перейдем к созданию. Создадим фрейм размером 1200 на 1200. Сразу перейдем к созданию фона. Для этого нам нужно перейти в папку со исходниками, добавить текстуру нашей волны. Мы расположим ее как-то так, продублируем комбинацию клавиш Ctrl D и развернем. Сположим где-нибудь вот здесь. Добавим квадрат и зальем его примерно вот таким цветом. Код цвета вы можете видеть на экране. Переведем данный квадрат в режим наложения Color. Добавим еще один квадрат, зальем его белым цветом и немного уменьшим непрозрачность. Вот как-то так, окей. Теперь добавим в середину небольшой засвет для того, чтобы стык нашей текстуры скрыть. Ее в принципе будет плохо видно и так за нашим главным объектом, но в принципе скрыть это не помешает. Поэтому добавляем круг, заходим во вкладку эффекты, размытие, размываем его и увеличиваем. Примерно вот так. Можно еще немного размыть и уменьшить непрозрачность. На этом с фоном практически закончили. Перейдем еще в папку со исходниками и добавим нашу сетку. Инвертируем ее с помощью плагина InvertColor и переведем в режим наложения, ну например Overlay. Продублируем комбинации клавиш Ctrl-D. Класс, я думаю мы немного ее растянем и уменьшим непрозрачность. Окей, на этом мы с фоном закончили. Сгруппируем все свои комбинации клавиш Ctrl-J и перейдем к добавлению нашего главного объекта. Перенесем амбушюры AirPods на наш фрейм, уменьшим и расположим как-то так. Можно немного увеличить амбушюры. Окей, сразу для создания композиции мы создадим заголовок. Выберем для заголовка начертание Bolt, расположим где-то здесь, продублируем и напишем амбушюры. Выберем начертание Semiboot и расположим где-то примерно здесь. Окей, приподнимем немного и добавим такую линию для заголовка плюс-минус так. Продублируем слово амбушюры и напишем количество, 3 штуки. Да, примерно как-то так. Теперь нам нужно добавить цвет для нашего текста, чтобы он не смотрелся так скучно, просто не черно. Для этого мы переходим в заголовок, выбираем цвет, добавляем градиент и выбираем тут радиальный. В середине у нас будет более темный синий цвет, для того, чтобы он гармонично сочетался с фоном. По краям будет светлый, такой тоже синий, но светлый оттенок. Окей, как-то так. Теперь мы можем перейти на наш слой с текстом, нажать здесь и комбинации клавиш Ctrl-C скопировать его. Нажать на наш подзаголовок и комбинации клавиш Ctrl-V вставить цвет. Точно так же и с количеством. Окей. Линии мы можем придать цвет примерно как у нашего текста, где-то здесь. Так, теперь это смотрится гармонично. Сгруппируем заголовок и расположим как-то так. Теперь я хочу сделать его немного еще интереснее. Для этого мы выберем наш заголовок, нажмем правую кнопку мыши и здесь выберем outline строк. Теперь наш заголовок преобразовался в кривые. Теперь нам нужно выбрать букву R, зажатый клавиш Ctrl, выделить область, то есть хвост буквы и потянуть вниз. Только потянуть за вот эти круглые части. С этой буквы мы сделаем все то же самое. Класс. Теперь мы наш заголовок расположим за главным объектом. Окей. А если за время этого видео ты понял, что хочешь прокачать свои знания в инфографике гораздо больше, и при этом не важно, ты продавец или фрилансер, который ищет для себя новое занятие, тогда приходи к нам на интенсив по инфографике. Там за 4 дня мы расскажем тебе все, что необходимо знать про инфографики, где в первом дне познакомимся с теорией, узнаем о том, что такое хорошие и плохие работы. Во втором дне научимся пользоваться графическими редакторами, а в третьем уже сделаем свою первую работу. Для тех, кто придет на интенсив как фрилансер, для того, чтобы в дальнейшем искать клиентов, мы подарим огромное количество бонусов. Например, расскажем о том, как искать клиентов сейчас, в 2024 году. Так как у нас есть агентство, а я когда-то и сам делал дизайн инфографики на заказ, и у меня даже своего магазина не было тогда, мне есть о чем тебе рассказать. А помимо этого лучшим ученикам дадим возможность бесплатно рекламироваться в чате нашего обучения по Озон. Там больше тысячи человек, которым нужна инфографика постоянно, и которые ищут новых специалистов. Поэтому при стоимости обучения в 5000 рублей ты сможешь окупить его буквально за два заказа. Подумай сам, насколько будет это просто. Тем более, что способов поиска клиента мы покажем тебе огромное количество. Ну а если ты сейлер, на всякий случай напомню, что пройдет этот интенсив, в первую очередь ты сможешь самостоятельно говорить дизайнерам, где у них ошибки, аргументированно на это отвечать, и результат твоей совместной работы с дизайнером точно повысится. Переходи по ссылке в описании, регистрируйся, сейчас доступна максимальная скидка. Доступ к обучению будет у тебя на 30 дней, а начать сможешь прямо сейчас, сразу после регистрации. Теперь давай продолжать видео. И я думаю, мы теперь добавим дополнительную информацию о нашем объекте, напишем про качество и добавим размеры, это очень важно. Сделаем такой прямоугольник, сделаем радиус скругления, плюс-минус, я думаю, тут где-то 15. И расположим также на нашем объектах. Наш главный объект, ампушуру и наушник, мы тоже можем сгруппировать. Также комбинация клавиш Ctrl-J, чтобы они перемещались вместе. К нашему прямоугольнику мы добавим вот такой градиент, сейчас я его вставлю. Вот из таких трех цветов он состоит, коды можно видеть на экране. Также для того, чтобы он меньше сливался с фоном, я хочу добавить ему строк, то есть обводку, мы сделаем ее примерно вот такого темно-синего цвета. И сделаем, чтобы один край обводки затухал. Выбираем этот цвет и в параметре непрозрачности, с зажатой клавишей Alt тянем на 0. Окей, обводка исчезает, ближе к правому краю. С точно такими же параметры мы создадим и круг. Создаем эллипс, копируем цвет у нашего квадрата, вставляем и также копируем обводку. Повторюсь, все копирование также производится. Комбинация клавиш Ctrl-C, Ctrl-V. Нужно нажать на слой и вставить. Окей, я хочу расположить так, чтобы они примерно пересекались, но сейчас это выглядит не очень прикольно, поэтому я, наверное, немного уменьшу круг. Вот так, или может быть даже еще меньше. Продублирую его, комбинация клавиш Ctrl-D. И нижний круг увеличу немного, вот так. Выберу ему просто обычный белый цвет для того, чтобы сделать такой вырез из нашего квадрата, то есть из нашего прямоугольника. Уберем обводку отсюда. Обводку, я думаю, можно оставить, но сделать ее менее прозрачной. Например, 30% поставить. Окей, можно перевернуть. Вроде интересно. Сгруппируем наши круги. Теперь добавим информацию внутри наших буллетов. Напишем премиум качество и сделаем вот такой же цвет, как у заголовка. Чтобы уменьшать текст по стандарту, мы не можем этого делать. Потянув за направляющей, за эту коробку, которая отвечает за текст, нам нужно нажать букву К, английскую, и тогда мы можем трансформировать текст. Окей, выровняем по нашему прямоугольнику. Для этого выделим текст и прямоугольник. И в правой верхней панели выберем вот этот параметр. Или нажмем комбинацию клавишку Alt-V, и он выпрямится. И текст выровнится в соответствии с прямоугольником. Сгруппируем и поместим под наш круг. Окей. Скопируем премиум качество и напишем здесь M. Это размер. Также нажимаем клавишу K и растягиваем букву M. Выравниваем ее также по кругу. Но тут бывают ситуации, когда как будто не прям по центру выровнялось. Визуально кажется так. Поэтому мы на глаз выровняем, чтобы это оказалось более ровно. Плюс-минус вот так, да. Окей. Теперь сгруппируем в прямоугольник размер и поместим за наш главный объект. Можно немного увеличить их вот так. Каждый день помогаем увеличивать ваш доход на маркетплейсах. Подбираем товары для успешных продаж. Создаем инфографику, SEO-оптимизацию, видео и рич-контент. Упаковываем и доставляем на склады в среднем за 23 рубля за штуку. ULIP. Это агентство Fulfillment и обучение. Ссылка в описании. Окей, давайте немного поработаем с нашим главным объектом. Для того, чтобы он сильно не сливался с фоном, мы немного уменьшим экспозицию и добавим контрастности. Для того, чтобы проявить темные участки на объекте. Здесь можно еще поиграться с настройками. В принципе, так выглядит неплохо. С амбушюрой все немного по-другому. Мы немного увеличим контрастность. Яркость, я думаю, мы можем не трогать. А вот температуру, я думаю, нужно убавить для того, чтобы амбушюра стала чуть-чуть более синий, как и наш фон. Окей, температуру наушнику мы тоже убавили. В принципе, сейчас это выглядит неплохо. Теперь, я думаю, мы можем добавить волны на передний план для создания объема. Для этого перетаскиваем волну и располагаем ее примерно как-то вот так. Окей, в исходнике оно не совсем так, но я думаю, что и этот вариант тоже неплохой. Дублируем комбинацию клавиш Ctrl-D. Перемещаем и трансформируем его, переворачиваем. Так, возможно, как-то такой вариант мне не очень нравится. Поэтому мы, наверное, опустим вот сюда. Да, я думаю, так получше смотрится. Неплохо. Теперь мы должны подогнать наши волны в цвет всей композиции. То есть добавить им сильных оттенков. Для этого переходим в настройки и тянем температуру вниз. То есть влево можно повысить контрастность, немного убавить экспозицию. Скопируем характеристики одной волны и продублируем ее для второй. Можно немного еще повысить насыщенность. Окей, класс. Теперь, я думаю, для того, чтобы немного добавить детали в нашу композицию, мы можем добавить иконку премиум качества на нашу плашку. Но тут как будто бы нет места для нее. Поэтому мы будем добавлять ее за наш текст. Для поиска иконок я всегда использую сервис Flight Icon. Мы забьем что-то типа премиум. Можно взять, например, корону. Копируем в формате SVG. Вставляем. Вытаскиваем из фрейма. Окей, наверное, оставим ее. Пусть она будет также черного цвета. Перемещаем на нашу плашку. Примерно вот так. Теперь мы дублируем плашку, которая под ней. Выбираем нашу иконку. С зажатым шрифтом выбираем плашку. Под иконкой жмем правую клавишу мыши. И выбираем здесь пункт Use a Mask. Создать маску. Окей. Теперь наша иконка на прямоугольнике. Здесь мы меняем режим наложения Overlay. Окей. Можем поперемещать. Посмотреть, где будет смотреться лучше. И уменьшим немного непрозрачности. Немного можно увеличить. Вот и в принципе все. Довольно за короткий срок мы создали вот такую несложную обложку, которую может повторить каждый сам. При этом обложка получилась довольно стильной. Здесь соблюдены основные правила дизайна. Неплохо расставлена композиция. Есть цвета и контрасты. Наша обложка очень похожа на то, что мы делали изначально. В принципе, вариант, который мы сейчас сделали, похож на исходный вариант. Они немного отличаются, но принцип создания один. Уверен, что этот туториал был для тебя полезен. Не забывай подписаться на мой телеграм-канал по ссылке в описании и по подсказке на экране. Там я каждый день рассказываю о маркетплейсах гораздо больше. И если тебе нужна качественная инфографика, то телеграм-канал нашего агентства находится там же, по ссылке в описании. А пока посмотри прошлое видео, оно доступно здесь. Пока.